Слава Иисусу! Я всех вас приветствую, любовь Иисуса Христа, и благодарю Бога за эту встречу. Тема проповеди моей сегодня будет «Бальзам Галаада». Слышали такое выражение «бальзам на рану»? Уже что-то приятное. Уже что-то приятное, и мы готовы принимать что-то приятное. Еще раз повторяю, «бальзам Галаада». «Бальзам» – это средство, которое несет в себе благоухание. И это то средство, которое несет в себе исцеление, как от душевных, как от духовных, так и их физических ран. «Бальзам Галаада» – «Галаада» – это просто местность в Палестине, где просто можно этот «бальзам» было получать или иметь. И его распространяли как лекарственное средство, даже применяли от укуса ядовитых змей. Вообще, бальзамовые деревья, когда они растут, то на их ветвях появляются небольшие капли. Это бальзамово сока, которое затвердевает потом, и они получают бальзамовую смолу, которая очень эффективна, чтобы лечить, восстанавливать здоровье больных. Если вы внимательно вникаете в Слово Божье, то Иисус Христос в разных книгах Библии Он по-разному представлен или отображен в различных книгах Священного Писания. Например, в книге «Иван Летлуки» Он представлен как сын человеческий. В другой книге Он представлен как царь. А в книге пророка Иеремии Он представлен как бальзам Галаада. Итак, тема моя сегодня – бальзам Галаада. Вы уже поняли, что это то средство, в котором мы нуждаемся, которое является, можно сказать, восстановительным и лечебным для сердечных и физических ран. Но чтобы раны лечить, надо их сначала увидеть, потому что бальзам вряд ли поможет тому человеку, кто в нем просто не нуждается. Вот почему мы во свете Слова Божия мы можем увидеть, есть ли нужда меня в этом, и получить своевременную помощь от Бога. Основное слово, которое я буду читать, оно записано в книге «Приджки Соломона» в 3 главе. То меня читали 2 главу, сейчас я буду читать 3 главу, и буквально два стиха, 7 стих и 8. Там написано так, «Не будь мудрецом в глазах твоих, бойся Господа и удаляйся от зла». Дальше. «Это будет здравием для тела твоего и питанием для костей твоих». Говорят, болезнь легче предупредить, нежели ее лечить. Многие люди, они истомлены просто в различных духовных, душевных и физических болезнях. Но здесь Слово Божие говорит, как мы можем жить, чтобы хранить себя, оберегать себя, предупреждать будущие и настоящие болезни. Библия дает нам очень важный совет. В этих стихах я нахожу две основные причины, ведущие к падению, ведущие к тому, что раны наносятся или раны приходят в нашу жизнь. И я хочу, чтобы вы эти причины увидели и это услышали сегодня. Еще раз повторяю, две основные причины, ведущие к падению. Я их назвал уже, еще раз повторяю. «Не будь мудрецом в глазах твоих, бойся Господа и удаляйся от зла». Поэтому первая причина, почему люди падают, почему люди бывают ранены, почему люди унывают. Первая причина – человек мудр в глазах своих. человек мудр в глазах своих. Я не знаю, встречали ли вы подобного человека на своем жизненном пути. Я хочу вам сказать, что я таковых встречал. Это связано с гордостью, это гордость, самодовольство, это благоденствие в этой жизни. И в 72-м псалмике написано, что люди, которые в этом живут, они говорят, что они не испытывают страданий, у них жизнь проходит вполне нормально, благополучно, поэтому эти люди способны говорить с высока и так дальше. Но как финал там написано следующее. «Так на скользких путях поставил ты их и низвергаешь пропасти». Что это значит? Послушайте. Я говорю о людях, которые мудры в своих глазах. Они настолько мудры, что они даже не замечают то, когда они падают. Но Бог о них говорит, что это скользкая дорога. Почему она скользкая? Если скользкая дорога, скажите, имеет ли значение, на какой машине я еду, если я оказался на скользкой дороге? Опасность мне урожает независимо от того, на какой я машине еду. Но человек, который мудр в своих глазах, он говорит первое, что у меня надежный транспорт. Второе, что говорит этот человек, он говорит, что я буду ехать осторожно. Я здесь, чтобы вам сказать, что лучше оставить эту дорогу. Лучше не пользоваться скользкими дорогами. А если уже оказались там, то подождите благоприятной погоды, если это возможно. Еще раз, две основные причины, почему люди ослабевают духовно. Почему люди падают. В результате они ранят себя. А раненые люди, они ранят других. Поэтому иногда люди имеют раны, даже без всякой причины. Первая причина, еще раз повторяю, человек горд, человек мудрый в глазах своих. Он что-то думает о себе. И если вы попытаетесь такого человека предупредить и сказать, что тебя ожидает опасность, он всегда будет иметь ответ для вас. И он не будет выглядеть как-то глупо. И очень непросто это человека как бы убрать с этой скользкой дороги. Он говорит так, что если я и делаю что-то плохо, я никогда не буду таким, как они. Я никогда не докачусь до каких-то крайних пределов. У меня все будет вовремя. И во всяком случае, если и будет опасность, то я вовремя остановлюсь. Послушайте, я здесь, чтобы вам очень искренне сказать, разрешите посмотреть на вас со стороны. Человек, который мудрый в глазах своих, он должен разрешить, чтобы кто-то со стороны направил его на правильную дорогу. Я знаю, что это сделать непросто. Но еще раз хочу вас спросить, разрешите вам подсказать что-то. Разрешите вам помочь в чем-то. Библия говорит, что у советующихся мудрость. Часто очень люди не принимают советы. Не принимают советы даже самого Бога. Почему? Потому что они мудрые в глазах своих. И с каждым днем их жизнь разрушается только потому, что они невнимательны к тому, что происходит вокруг них. Они не готовы прислушаться к чему-то совету. Но как бы я хотел, чтобы сегодня вы что-то услышали здесь во имя Иисуса Христа. Почему это важно услышать? Потому что гордость очень трудно увидеть в себе, но очень легко ее увидеть, как со стороны. Человек, который мудр в глазах своих, он находится в серьезной опасности. Говорят так еще, не хвали сам себя, пусть тебя люди, что это опять взгляд со стороны. И еще, я думаю, что можно сказать, тот самый человек пустой, кто наполнен сам собой. И когда человек наполнен именно таким содержанием, любое приближение к этому человеку он расценивает как смертельную опасность. Но правда состоит в том, когда человек в своем самолюбии просто раздут, то Бог приходит своей иголкой. И человек, уже видя приближение этой иглы, он начинает кричать. Чувствие смертельную опасность, но он прикасается, воздушный шарик взрывается. И мы видим самую, можно сказать, суть, нашу ценность в глазах Бога и окружающих. Я думаю, что мы неприлично выглядим, когда мы взрываемся при людях. Иногда так бывает. Помните, я прошлый раз вам говорим за бутылку, в которой есть какое-то содержимое, сода, например, Кока-Кола. И когда она в вашей машине перегрелась, вы пытаетесь ее открыть. Проблема номер один, если вы это делаете на глазах других, а проблема номер два, когда она плохо открылась, и она все просто как сбушевалась, пролилась, и все разбрызгалось, и вас забрызгало, и вам очень неудобно. Почему? Потому что вы неудобно открывали, а во-вторых, то, что там было, оно вырвалось снаружи, потому что пришло тому, что время. Поэтому Библия говорит очень четко, я хочу, чтобы вы эти стихи знали наизусть. по гибели предшествует гордость и падению, что? Надменность. И я хочу просить вас ради Бога, не будь мудрецом в глазах своих. Как вы реагируете на обличение или на советы окружающих? Насколько вы открыты для Слова Божия? Бог говорит, не живи так, и это будет здравием для тела твоего и питанием для костей твоих. Твоя жизнь будет во благе. Ты будешь вполне здоровым. Твоя жизнь будет благословена тобою. Дорогие друзья, трудно представить сегодня, сколько гордость погубило человечество. Первым возгордившимся был кто? Дьявол. И сегодня он находит себе последователей. Написано в Библии, что он отец всем сынам гордость. Вот почему Библия нам не советует самолюбием дружить, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Я пытаюсь сегодня говорить к вашему сердцу со стороны. Я знаю, что у вас есть свое мнение по поводу того, что происходит здесь. Но я прошу сегодня тебя ради Бога. Не будь мудрецом в глазах твоих. Это послужит к сохранению твоей жизни. Перемены в твою жизнь придут. Бог будет благословлять вас. Слава Иисусу! Если ты готов сказать, Господь, я смиряюсь пред тобою. Я чувствую, что это скользкая дорога. И я знаю, сколько уже было аварий и крушений на жизненном пути. Но в твои руки я отдаю жизнь мою. Господь, держи меня во имя Иисуса Христа. Я вам этих благ желаю от Бога. Невозможно согрешить без гордости. И если бы не человеческая гордыня, наши отношения были бы намного, намного лучше. И если бы не человеческая гордыня, тогда слава Божья и Бог бы прославлялся в жизни своего народа. А самое главное, о чем я сегодня проповедую, это сохранит вас от падения. Это сохранит вас от беды. Поэтому не подпитывай себя в своем самомнении, но смиряйся пред Богом. Следующая причина, почему люди падают, нет страха Божия. И хотя я предыдущую проповедь говорил, можно сказать немало на эту тему, я хочу сегодня, чтобы вы еще раз это услышали. Вторая часть этого стиха говорит так, бойся Господа и удаляйся от зла. Не будь, но бойся. Кем я не должен быть? Я не должен быть мудрецом. в глазах своих. И дальше, но бояться Бога, и это поможет мне удалиться от зла. Кто мне скажет? Здесь в основном люди верующие. В чем сущность всего? Кто знает? В чем? Я не слышу. Спасибо. Люди старшие знают. Я не думаю, что только старшие люди. В чем сущность всего? В чем суть жизни? В чем суть жизни и мое настоящее будущее? Посмотрите, как об этом написано в Библии. Выслушаем сущность всего. То есть, услышав это, можно об остальном уже не проповедовать и не говорить, потому что это главное, главное для человека. Что же в моей жизни является, что главным? Выслушаем сущность всего. Дальше написано, послушайте, бойся Бога и заповедь ее соблюдай, потому что в этом все для человека. Потому что в этом все не чуть-чуть, не немножко, но все, в чем ты нуждаешься. Потому что в этом все для человека. вы здесь, чтобы получать от Бога. Вы здесь, чтобы прославить Бога. Я еще раз повторяю, потому что в этом, в чем в этом, кто меня уже услышал? Страхи Божьи, потому что в этом все для человека. Вся наша жизнь зависит от того, как я живу. Уважаемые дети Божьи, человек никогда не споткнется, человек не сможет упасть, если его жизнь проходит в страхе Божьем. И если вы чувствуете, что ваша духовная жизнь надломилась, что в вашей жизни нету избытка, может быть, одна из причин это отсутствие страха Божия. Нет благоговения пред Богом, нет понимания то, что Бог все слышит и все понимает. Многие вещи вы бы никогда не сделали, если бы вы четко понимали, что в вашем доме или в вашей жизни присутствует святой и живой Бог. Только был призыв к пожертвованию, если бы это были не просто слова, но если бы нас попросили, например, все ваши пожертвования приложите здесь, а вы приготовились пожертвовать доллар. Вот представьте вашу ситуацию, не потому, что у вас это последний день, но просто так решили. выйдя вперед и положить доллар, вы бы, наверное, или не вышли, или просто поменяли бы сумму. Почему? Потому, что вы бы чувствовали, что вас видят другие. Но все, что мы делаем, мы делаем в первую очередь, что в присутствии Бога. Послушайте, сегодня люди отвергнут страх Божий, катятся, можно сказать, в глобальной катастрофе. В чем ее суть? Политики не в состоянии сдержать поток греха. Насилие порождает насилие. И многие люди, которые во главе государств, они сейчас практически разводят руки, не зная, что делать. И это нарастает. Послушайте, только в одной Африке ежегодно 5 миллионов умирает от СПИДа. Только в России 50 тысяч ежегодно умирает от алкогольной зависимости и от различных передозировок. Разве это сегодня не говорит о том, что грех просто накрыл и пытается заклеснуть все человечество. Но как мы можем противостоять этому потоку? Это присутствие страха Божия в нашей жизни. Я говорил, что если в вашей жизни присутствуют тайные, например, дела или грехи, которые вы никогда не делали бы при других или о которых никто не знает, вы должны вынести их на свет, покаявшись пред Богом. Почему это важно? Потому что когда придет время и о них узнают, а это будет, это значит, что в этом вы пребываете долго, вы уже живете этом, и Бог в свое время открывает весь наш позор. Вы скажете, почему это не случается сейчас? это только потому, что Бог дает человеку время, чтобы покаяться. Но Библия гарантированно говорит, что все тайное сделается каким? Явным. Друзья мои, представьте себе, какая была атмосфера бы в семьях, если бы люди ходили в страхе Божьем. Некоторые вещи, которые говорят в своих домах, они никогда ничего подобного не произносят в церкви. И не потому, что они свято верят, что здесь присутствует Бог, а потому, что им даже других неудобно. Представьте себе, какая была бы у нас жизнь, если бы выходили не перед людьми, а что? Перед Богом. Сегодня пришло время, чтобы страх Божий возвратить в нашу жизнь. Отвергая страх Божий, человек попадает в сети греха, в сети дьявола. Скажите, пожалуйста, что может остановить грех, если Бога нет и страх Божий отсутствует? Скажите, что? Я еще раз повторяю, полиция это хорошо, но если так будет продолжаться, и она нам вряд ли поможет. Почему? Потому, что мощный вал греха, он поднимается как девятый вал. Даже люди внешне, которые выглядят аккуратными, культурными, никто не знает, чем они занимаются, когда их никто не видит. Но грех, явный или тайный, он остается грехом. Человек медленно, но уверенно падает, падает, пропасть. Почему? Потому, что в ее жизни отсутствует страх Божий. на основании Библии страх Божий не только удаляет нас от сетей смерти, но он является источником жизни. И я здесь, чтобы сказать, бойся Бога и удаляйся от зла. Во имя Иисуса Христа вы желаете, я хочу вас спросить, вы желаете, чтобы в вашей жизни страх Божий присутствовал, да или нет? Слава Богу! Мы любим Бога, и потому мы не желаем причинять боль Ему. Мы верим в то, что есть на небе Бог, который все видит, все слышит и все понимает. И я хочу вам очень искренне сказать, если так человек живет, то ему полиции не надо. На ее многие законы не распространяются не потому, что их не существует, а потому, что он живет по законам любви, которые написаны самим Богом в его сердце. Да благословит нас Бог. Еще раз повторяю, бойся Бога и удаляйся от зла. Еще несколько слов о гордости. Послушайте, почему гордость опасна человеку? Потому, что гордость это сила греха. Или другими словами, гордость усиливает грех. или еще другими словами, гордость не дает человеку покаяться, то есть, она не только способствует греху, но она и удерживает человека, что? Во грехе. То есть, гордость не дает человеку возможно сокрушиться и признать свою вину. гордость это сила греха. Гордому человеку не так просто сказать я виновен. Гордому человеку не так просто сказать прости меня или простите меня. Человек иногда не подымает свои глаза к небу, пока он не окажется на самом дне. Он падает, но он что-то от себя представляет. Вот представьте себе такую ситуацию. Вы беседовали например с каким-нибудь наркоманом, я знаю что беседовали, как они обычно говорят. Ты ему говоришь, что тебя ожидает смертельная опасность. А он говорит, пожалуйста не переживай. Ты ему снова говоришь, но ты идешь в никуда. А он говорит, нас вдого. вы слышали такое заявление? Нас много, не я один. Но послушайте, неужели это дает право так жить? Ввиду то, что нас много, мы можем не обращать внимания на то, что говорит Библия. Есть на это основания? Я думаю, что нет. Почему сегодня многие живут гражданским браком? Они тоже это же объясняют, нас много. Но это не значит, что это все оправдывает или поощряет Бог. Не надо прикрывать себя большинством. Когда говоришь человеку, что ты просто пропадаешь, что тебя ожидает масса неприятностей, разрушения здоровья и просто грязь, он говорит, я культурный наркоман. Вы встречали таковых? И он верит, что ниже какой-то планки он никогда не опустится. Но это самообман. Это мудрость в глазах своих. Вы можете проводить параллели, их очень много, но я здесь, чтобы сказать, что гордому человеку даже покаяться трудно. Вторая проблема, с какой соприкасаются гордые люди? Гордость не дает человеку страдать. когда тот не прав. То есть уже он оказался на грани пропасти. И вы знаете, какие он песни поет? Он говорит так, не волнуйся, идем ко дну. Все нормально. И здесь он ищет какое-то оправдание. Но любой грех он ведет человека к искажению. Искажения происходят в разуме, а потом и в жизни. И не удивляюсь я тому, что человек этот мудр в своих глазах. В Библии написано, и как они не заботились иметь Бога в разуме, то придал их Бог превратному делать что? Непотребство. Когда мы наш разум не оберегаем, в нашу жизнь приходят искажения. Искажения такого рода, когда человек на черное, а белое, а на белое, черное. Итак, я просто сказал вам два момента, почему люди падают, почему люди теряются в христианстве, почему люди ослабевают духовно. И сейчас, когда вы меня услышали, у вас невольно возникает вопрос, а есть ли выход? А есть и возможность жить совершенно по-другому? Этот вопрос звучит приблизительно так, но разве упавшие не встают? Как вам кажется, встают? Послушайте стихи из Библии. «И скажи им, так говорит Господь, разве упав не встают и совратишься с дороги, не возвращаются назад?» Это Еремии 8, 4. И если вы следите, вы можете дальше обращаться к этой главе, потому что я буду обращать на стихи, которые записаны именно здесь. Итак, но разве упавшие не встают? Вы сказали, что да, встают, да или нет? Почему трудно подняться? Почему получается не во всех? Я думаю, что этот вопрос, он не может не волновать нас. Почему не все поднимаются? Почему не все приходят к Богу? Почему не все изменяют свою жизнь или обращаются к Богу за помощью? Первая проблема, потому что люди крепко держатся обмана и не желают обратиться. Стихи из Библии с 8 главы книги пророка Иеремии написано так, «Для чего этот народ Иерусалим находится в упорном подступничестве? Они крепко держатся обмана и не хотят обратиться. Я наблюдал и слушал. Не говорят они правды. Никто не раскаивается в своем нечестии. Никто не говорит, что я сделал. Почему трудно подняться? Потому что люди, даже падая, они за что-то держатся. Они почему-то верят, что я не упаду низко. они почему-то считают, что я остановлюсь вовремя. Они почему-то думают, что то, что случилось у них, в моей жизни этого никогда не случится. Библия об этом люди говорят так, они крепко держатся обмана. Я здесь, чтобы этот обман разоблачать. Это путь в никуда. Это жизненный тупик. самый страшный обман это обман самого себя. Не держись. Не держись за это. Никто не говорит, что я сделал. Я наблюдал и слушал. Не говорят они правды. Но придет время, когда надо будет говорить. А сегодня мы все пред Богом. И Бог желает увести тебя с ложной дороги во имя Иисуса. Обратись к Нему и скажи Господи, что я сделал. Я был жестоко обманут, но сейчас прошу тебя, помоги мне. Следующий вопрос, почему трудно подняться? Нет покаяния, никто не говорит, что я сделал. Это я читал в этом же никто не говорит, что я сделал. Нет покаяния. Послушайте, пока человек будет оправдывать грех свой, он никогда от этого греха не избавится и не освободится. Самый легкий путь это обвинять других и оправдывать себя. Практически, послушайте, никто не уходит от Бога, никто не уходит из церкви, не обвинив других. Но как только он находит это обвинение, он с гордой головой уходит, надеясь, что он делает правильно. Но нет никакого оправдания для отступников. И поэтому Бог сегодня, Он желает направить нас на правильную дорогу. Будьте самокритичны, научитесь судить сами себя. Вы непременно будете оправданы Богом. Итак, момент номер два. Нет покаяния, никто не говорит, что я сделал. Момент номер три. Почему трудно подняться? Стыдно подниматься на глазах у других. Падает человек быстро, а поднимается медленно. Когда он падает, он никогда не беспокоится об окружающих, что его люди увидели или увидят. Но когда он упал, попал неловкую ситуацию, он обязательно будет смотреть по сторонам. Кто меня видит? Он чувствует себя неловко. Но послушайте, я знаю, что это непросто. Но оставаться в грязи и думать, что ничего не произошло, это еще хуже. Я еще раз повторяю, подниматься непросто. Падать только легко. но еще большая трагия думать, что когда я оказался в грязи, думать, что ничего не случилось. В мире говорят, как постелили тебе, так и лежи. Но Бог говорит, встань, возьми постель твою и ходи во имя Иисуса. Только в нем есть исцеление и помощь для нас. Итак, сегодня Бог, присутствует здесь, чтобы помочь тебе подняться. Не обращай внимания на других. Посмотри на мои глаза, в мои глаза, которые полны любви и сострадания. И он говорит, я здесь, чтобы помочь тебе во имя Иисуса. Четвертая причина, почему трудно подняться. Они смирились со своей судьбой. они убеждены, что изменить уже ничего невозможно. Они почему-то думают, что слишком поздно. Они почему-то уверены, что мы или я зашел слишком далеко. Библия об этом говорит так. И Аист под небом знает свои определенные времена и горлица и ласточка и журавль наблюдает время, когда им прилететь. А народ мой не знает определения Господня. А народ мой не знает определений Божьей, времени, в котором мы живем. Но Библия говорит, что сегодня время благоприятное. Сегодня день спасения. Даже ласточка знает, когда ей надо собираться в дорогу и улетать в теплые края. И Аист что-то знает. И делает он что? Вовремя. А народ мой не знает определений моих. Но сегодня воля Божья для человека открыта в его слове. Аллилуйя! Послушайте, важно не то, что ты имеешь в своей жизни, но важно то, что ты сделаешь тем, что ты имеешь. Да, у тебя есть время подумать. Подумать и что-то предпринять. Но результат будет зависеть от того, что ты сделаешь тем, что дал тебе сам Бог. Бог говорит, сегодня твое время. Используешь ты его или нет, это твой выбор, но твой шанс, твоя возможность подняться и изменить твою жизнь с помощью моей. Почему? Потому что Бог, он является восстановителем развалин во имя Иисуса Христа. Не важно то, чем ты занят сегодня и сколько дел ты делаешь в течение недели, но очень важно, есть в жизни твой прогресс или нет, есть в твоей жизни результат и плод или нет, ты поднимаешься или падаешь. Чтобы подняться, чтобы подняться тебе, Бог протягивает тебе свою руку, чтобы продолжить свое падение, надо оставаться при своих мнениях и интересах. Но я здесь, чтобы сказать тебе, не перемудри, не перемудри, не будь мудрецом в глазах твоих, потому что только в Боге совершенная мудрость, благословение и вечная жизнь. Аллилуйя Богу! Скажите слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Потому что Он поднимает, Он восстанавливает, Он спасает, Он делает невозможное возможным, когда мы обращаемся к Нему за помощью. Слава Иисусу! Ну и последнее. Я говорил на тему, почему трудно подняться или на этот вопрос. А сегодня какой же выход? Какой финал? Какое решение? И какая помощь? В Библии написано в этой же главе Еремии 8, 22. «Разве нет бальзама в Галааде? Разве нет там врача?» Полностью этот стих звучит так. «От чего же нет исцеления тщери народа моего?» «Разве нет бальзама в Галааде? разве нет там врача?» Почему, например, это длится в моей жизни так долго? Почему я не получаю должной помощи или ответа? Почему моя жизнь не изменяется к лучшему? Я хочу, чтобы вы обратили взоры на небесного врача. За 600 лет дорожества Христова Еремия как пророк Божий Он пророчествовал что придет бальзам из Галаада имя которому Иисус Христос и в Его имени больше больше силы и больше лекарств для твоего восстановления для твоего исцеления нежели во всех аптеках мира бальзам Галаада бальзам Галаада сегодня ты можешь прикоснуться к нему получить помощь своевременную бальзам на твои раны я знаю что ты чувствуешь массу неудобств может быть ты думаешь что тебе неплохо обратиться но только не сегодня не сейчас я прошу тебя ради Бога не перемудри не перемудри Бог здесь чтобы помочь тебе может быть у тебя нету сожаления что ты сделал я хочу чтобы сегодня сокрушение пришло в твой дух Бог начинает действовать в жизни неверующего тогда когда он пришел к полному бодкротству когда он понимает Господи если не ты то кто если не сейчас то когда когда человек проходит именно в этом состоянии к Богу он получает исповление и помощь в жизни верующего Бог начинает действовать когда человек сокрушается пред Ним а вот на кого я презрю насмиренно и сокрушенно духом натрепещущего что пред именем моим Бог желает помочь тебе может быть тебе просто неудобно но я хочу вам сказать служить Богу идти путем смирения идти путем покаяния это не стыдно это делает человеку честь аллилуйя 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 когда больной выздоравливает на ваших глазах вы как окружающие правда радуетесь и когда люди восстанавливаются когда Бог восстанавливает сок бенных это написано не только люди но и небо и небо радуется спасенному человеку славам и Иисусу Христу может быть может быть то что я сейчас говорю оно не может подействовать на тебя так только потому что ты смирился со своей судьбой ты думаешь что в твоей ситуации уже изменить ничего невозможно я здесь чтобы подарить тебе надежду я благодарю Бога за то что мы христиане являемся проповедниками надежды в самой безнадежной ситуации в которой ты оказался есть помощь от Бога и Он приходит к тебе вовремя и Он желает помочь тебе во имя Иисуса Христа скажи сегодня пред Богом я устал так жить я ищу и желаю перемен я обращал внимание как другие живут я ждал когда они изменятся сегодня решил что я нуждаюсь в переменах и в помощи Господи пожалуйста измени меня я не хочу так жить я хочу просто реальность переживать твою я хочу иметь свободу и победу от всякой гордыни от всякой зависимости и от всякого греха во имя Иисуса Христа сегодня Бог приглашает нас идти путем освящения но разве упавшие не встают я на своем жизненном пути видел сотни тысячи тех которые возвращались которые поднимались и которые были восстановлены Богом и я здесь чтобы сказать что они встают даже те кто не в состоянии встать но которые обращаются к Иисусу Бог поднимает и восстанавливает их во имя Иисуса поэтому освящение надо начать из наших вредных привычек чтобы Бог помог тебе победить их во имя Иисуса Христа дальше ты должен просить у Бога милости и помощи чтобы Он тебе помог избавиться от бесполезных дел твоей жизни которые тебе пользы никакой не приносят которые похищают твое время и твои силы а дальше ты должен думать как мне избавиться от того что приносит мне выгоду и посвятить свою жизнь Христу во имя Иисуса Христа во имя Иисуса Христа и так в свое время мы идем к молитве в свое время братья и сестры за 600 лет до Рождества Христова про Керемия говорил что придет бальзам Галаада сегодня мы имеем много лекарств но и болезней имеем немало есть бальзам Галаада и люди в ожидании ждали этого момента и дня когда он явится и когда пришел Христос и когда он жил среди среди нас здесь на земле сколько он милость явил людям он действительно был бальзамом на раны человеческие вы помните эту женщину которую взяли в прелюбодеянии вся жизнь изломана вся жизнь полная неудач но ее еще и схватили ее разоблачили ее тащат чтобы совершить непоправимое совершить суд на иной пути встретился бальзам Галаада и когда они встретились послушайте что произошло когда многие обвиняли его она стояла и ждала своего часа свое решение или своего суда свою участь но Христос посмотрев на нее сказал женщина где твои обвинители он им сказал кто из вас без грека первый бросил камень и они ушли домой и они разошлись по домам и когда она осталась одна заговорил с ней Христос женщина где твои обвинители нет и я не обвиняю тебя это бальзам на ее сердечные раны это бальзам на ее разрушенную судьбу это бальзам для восстановления грешников иди и впредь не греши и когда он был на земле друзья мои сколько людей сколько людей получало помощь в этом имени который я проповедую в имени Иисуса Христа и сейчас он присутствует Духом Святым здесь я говорил в самом начале что Бог сделал с той женщиной которую освободил от наркотической зависимости и я знаю братья и сестры что немало надо силы чтобы сегодня нас привести в страх Божий и немало надо силы и прикосновения к Иисусу чтобы избавиться от мудрости в глазах своих от гордости но сегодня Бог говорит есть врач есть помощь есть спаситель а значит для нас всех есть что надежда и я обращаюсь к тем кто смотрит нас по телевизору в Иисусе слава пусть пусть Господь явит свою мышц пусть церковь Христова видит спасение Божье пусть во всем прославится Бог во имя Иисуса Христа аминь мы встанем мы встанем для молитвы я приглашаю группу для пения и во время этого пения когда вы будете молиться вы можете просто пройти к алтарю выйти вперед если вы чувствуете что в вашей жизни отсутствует страх Божий или ее так мало придите чтобы Бог вас помиловал и простил если вы чувствуете что вы имеете какую-либо зависимость или ваша жизнь разрушается грехом придите к Христу чтобы он простил вас во имя Иисуса сегодня время благоприятное сегодня твоя возможность сегодня твой день а мы будем молиться за тех кто еще не спасен мы будем молиться за тех кто нуждается в восстановлении мы будем поддерживать руки тех кто пытается встать кто поднимается и идет к живому Богу во имя Иисуса Христа субтитры Продолжение следует...